Прошел год после великого выброса, который спровоцировал сталкер по имени Стрелок. Зона изменилась, стала больше, появились новые мутанты. Ранним утром в подвале деревни новичков очнулся человек. Именно так начинается мод Путь Человека Дежавю. Я собираюсь начать проходить его, и если вы поддерживаете данное решение, то прожимайте лайки и подписки. Ну а я по традиции желаю приятного птица всем, кто ест, пьет, а также приятного просмотра. Как же плохо молодому человеку. И первое сообщение, которое нам прислали, это пройди свой путь достойно. Окей, мы появились. Около нас есть вот такой чаладой маловек. Давай поговорим с ним. Тимоха, что ты глядишь на меня? Хреново выглядишь, парень. На вот таблетку, выпей, может поможет. Пей, не бойся. Давай, один хрен башка лопается. Ага, ясненько-понятненько. Значит, кто мы такой? Давайте с самого начала. По традиции, меченый, одиночка, все дела. Очнулся в подвале. Водка не подбирается. Вот это подбирается. Боже, ну и худ здесь, если честно. Ну, мне он нравится частично. Но, по-моему, он слишком много мест занимает. Ладно, это мы разбить не сможем, потому что у нас нет ножа. Нет активного задания у нас на данный момент. И что нам делать надо? Ой, у Сидора тут. Ясно, чё. И музыка с авторскими правами играет. А можно выключить? Нельзя. Ну, это типичный мод, какой мы привыкли представлять. Где куча музыки с авторскими правами и прочим говном. Кстати, а к Сидоровичу мне не надо? А с кем мне надо говорить-то? Твою мать, я хлеб съел на F6. Кайф. А как сохраняться? А, еще раз с тобой побазарить. Кто-то выглядит чуть-чуть лучше, чем я. Я-то? Я Тимоха. А ты тот из грузовика смерти? Ух, повезло тебе, парниша, что жив остался. Лучше стало? Выпить нету? Да вроде чутка полегчало. Ни хрена не помню. Выпить? Нет, нету. Да от тебя и так, как от бочки с водяра несет. Чего пьешь? Горе какое. Альтак от скуки. Пью я водку, а от чего дело мое? Меня, конечно, здесь серьезно никто не воспринимает. Подшучивают. Я же для них алкоголик. Ну и хрен на них всех. А ты, меня старика, послушай. Я много чего видел. Ты не думай. Я не всю свою честную жизнь был таким убогим. А сейчас я живу так, как мне нравится. Да и волноваться за меня некому. Один на свете остался. Ну да ладно. Да ничего я такого не думаю. Я и сам себя хрен помню. Где был? Что случилось? Еще из-за других буду думать. Хех. Поверь мне, сынок. Из-за других тебе придется подумать. Ждет тебя долгий и опасный путь. И еще пару советов. Ты послушай. Сидр, лысая башка. Хитрый тип. Не доверяй ему особо. Волк и кулак. Парни, что надо. С кулаком мы иной раз посидим за рюмкой другой. Это зона, сынок. Береги патроны. Они здесь имеют ценность. Если что, заходи. Я всегда здесь. Это что, пародия на это зона, братан? А что раньше было? Это зона, братан или это зона, сынок? Спасибо, Тимоха, тебе за напутствие. Но мне сначала нужно узнать, кто я и что я. А уж потом с остальным разберемся. Удачи. Да, чуваки, путь нам предстоит явно долгий. И это путь человека. Итак, ну теперь-то я думаю, нам точно к Сидоровичу надо? Или все-таки с волком побазарить можно? Нет, с волком нельзя. Значит, пойдем к Сидоровичу. И с Сидоровичем нельзя. А с кем можно? Что делать? А еще один с ним диалог. Извини, я не хотел тебя ничем обидеть. Не нужно извиняться. Тем более ты меня ничем и не обидел. Прости за вопрос. А почему ты говоришь, что остался один? Неужели у тебя нет совсем никого? Можно сказать да. Была жена, был сын. Я прожил. Уже говорил, честная жизнь. Был военным. Служил родине и народу. Ушел на пенсию. Думали с женой пожить для себя. Сын взрослый. Правда, с семьей у него не сложилось. А мы с бабкой внуков хотели. Потом моя жена заболела. И через год ее не стало. Я чего говорить? Затасковал. Начал подпевать. Слаб оказался. Супруга бы этого не одобрила. С сыном поругались. Он ушел. Да уж, печально. Жизнь штука несправедливая. Ну а сын-то что? Помириться ты с ним не пытался? От его друзей я узнал, что сын отправился в зону отчуждения. Я тоже смог сюда пробраться. Его я и хотел найти. Да, пока так и не смог. Спрашивал у многих сталкеров, но безрезультатно. Я знаю только то, что в зоне он назвался Орликино. Это у него еще с детства. Понравился ему этот шпанистый персонаж. Я не знаю, кто это на самом деле. Я не знаю, правильно ли я прочитал. Хм, оригинальное имя. Ладно, Тимоха, пойду на воздух, узнаю, что к чему. А ты подвяжись с выпивкой, не делай это. И еще один диалог с ним есть. Вижу, Тимоха, ты спросить что-то хочешь? Да, сталкер, хочу попросить тебя. Мне кажется, я уже знаю о чем. Я ведь сказал, что предстоит тебе долгий путь. И побываешь ты в разных уголках этой проклятой зоны. Да, я помню твои слова. Ты думаешь, что я могу встретить твоего сына? Я очень на это надеюсь. Я чувствую, он жив. Если вдруг ты его встретишь, передай ему, что я прошу прощения за свою слабость. Пусть он простит меня и весточку какую передаст. Хорошо, Тимоха, если мы с ним встретимся, я обещаю ему рассказать о том, что ты мне сказал. Новое задание отец и сын. Получили мы наше первое задание, но я так понимаю, это задание на всю игру. Хорошо, теперь-то я могу побазарить с кем-нибудь. Здорово, это ты что ли, новенький? Зайди к Сидоровичу, если не было у него. Обязательно зайду. Плохо помню, что со мной было. Это вроде кордон? Точно, кордон. Тебя еле живого нашли. Рыжий притащил, так что ты его должник. Сидорович, эй, новенький. Очухался? Зайди ко мне в бункер, есть разговор. Ну давай, иду. Приветствую, Сидорович. Может, объяснишь, как я сюда попал? Здорово, меченый. О, точно, будешь меченым. Сюда ты попал на плечах рыжего. Он тебя нашел за мостом, полуживого. Как ты выжил, даже бог не знает. Обычно в грузовиках смерти только трупы. Ты единственный выживший. Возможно, зона тебя пощадила. И, видимо, ты нужен для чего-то. А вот для чего? Вопрос. Пока можешь поработать на меня. В деревне поспрашивать, вдруг кому нужна помощь. Глядишь, копейку-другую заработаешь. Старшой у них волк, серьезный мужик. Его ты заметишь сразу, с бородой в комбезе сталкера. То, что ты живой оказался, действительно чудо. Год назад произошел великий выброс. Я, помню, еще подумал. Ну вот и хана тебе, Сидорович. А нет, обошлось. Видимо, нужны мы зоне. Выпей, тебе надо. Сидорович не всем предлагает выпивку на халяву. Понятно, но не совсем, конечно. А как я попал на этот гребаный грузовик? Какой выброс год назад? Ничего не помню. Спасибо за выпивку. Ладно, что за работу ты можешь предложить? Серега Кулак, сталкер, подходи. Теперь можем поговорить, если ты еще не передумал. Так, ну давай сначала с Сидоровичем поговорим. Нужно вернуть одну вещь. Флешку. Ты что, ее потерял? А мне предлагаешь поискать в тех местах, где ты, возможно, ходил? Смешно. Ты юморист, я погляжу. К сожалению, нет. Но тогда я слушаю тебя. Что нужно сделать, чтобы найти ее? В общем, так. Так, два растягая нанялись у меня подработать. Они должны были мне принести флешку со свалки. На кордоне эти оладухи уже расслабились. Ну и попали к бандюкам. Звать этих героев Толик и Шустрый. Они в деревне сейчас. Работу они не выполнили, а значит денег за нее не получили. Ты поговори с ними, скажи им. Я не злюсь, пусть только расскажут подробно, что и как. Что за бандюки и где их искать? Если согласен, вот тебе на первое время. Я, конечно, берусь. Выбор у меня небольшой. ПМ и патроны. И получили мы два новых задания. Флешка и разговор с Толиком. Так, ой, как мне херово-то от водки. А ты... О, смотри, диалоги появились. А, ну это и есть кулак. Привет, я получил твое сообщение. Меня звать Меченый. Слушайте, Меченый. Твою мать, голова закружила, что ты совсем слаб. Или сидр паленки налил. Меня звать Серега Кулак. Будем знакомы. Ты вроде насчет подработать спрашивал. Да, я не против подработать. За выполненную работу могу взять деньгами. А могу и шмотками. Ишь ты какой, от скромности не помрешь. Лез в яму с аномалиями. Она здесь, рядом. Хорошо, сам живой. А вот часы жалко. Найдешь часы, я тебе ствол дам. Получше того, что тебе сидр отписал. Я согласен. Хороший ствол, это уверенность в себе. А, может, еще какая-то помощь нужна? Зайди к сидрой, сначала потом поговорим. А, ну понятно. Так, хорошо, в аномалию мы обязательно сгоняем. Давай теперь поговорим с волком, наверное. И с Толиком надо побазарить, да? Толик у нас находится вот здесь. Ого, какой ты нарядный и красивый теперь, да? В этом моде. Привет, Толян. Я хотел про флешку спросить, которую вы Сидоровичу не донесли. Подколоть пришел? Знаешь что? Иди ты. Зря ты так, Толян. Ладно, не хочешь говорить, пойду к Шустрому. А, нормально. Разговор с Толиком выполнено. Кайф. Кстати говоря, тут где-то в подсказке автор оставлял тайнички. Что-то под каким-то листом металла, что-то такое было. Не знаю, лично я тут пока ничего не вижу. Привет, Шустрый. Можем поговорить? Привет. А, это ты, тот счастливчик с грузовика. Повезло тебе. Согласен, повезло. А вот вам с Толиком не очень повезло, я прав? Да уж и не говори. Мы даже с Толиком поругались из-за этого. Ну тогда расскажи, где искать этих бандитов. Я постараюсь вернуть флешку. Сидорович попросил рассказать все подробнее. Он уже не злится на вас. Толик не стал со мной говорить. Так может ты расскажешь? Серьезно? Да что тут рассказывать? Мы с Толиком вышли на кордон. Думали, что здесь-то нам уже ничего не страшно. Решили обмыть свою удачу. Ну а тут хрен вынес этих уродов. Главное у них звать Скунс. С морды разрисованный. Хорошо хоть не убили. Навешали Тумаков, до хабара отобрали. Флешка была в рюкзаке заныкана. Эти козлы на АТП решили остановиться. Ищи Скунса. Найдешь его, найдешь флешку. Вот и славненько. Пойду проверю АТП на предмет появления. Там Скунса смеется. Ха-ха-ха. Посмеялся. Ладно, а у меня ножа все еще нет. Мда. Так, ну ладно. Предлагаю обыскать деревню на наличие ништяков. Как всегда. Опа. Нашел пацана какого-то. А, это Петруха? Ну, здорово, сталкер. Как оно? Ясно. С ним у меня пока что никаких квестов нету. Кстати, может быть под этим листом металла есть рюкзак? Да, смотрите, нашел. Вот он. И здесь у нас 10 дроби. И записка неизвестного. Здравствуй, неизвестный сталкер. Если ты читаешь эту записку, то значит меня нет в живых. Я оставил в этой деревне пару нычек, тебе они пригодятся. И еще две на территории кордона. Найди их. Давай проверим твою сообразительность. Явных подсказок я не дам. Но скажу так, что один тайник внутри, второй наружи. Хабар в рюкзаках. Другие две нычки в ящиках. Обе в транспорте. Здесь я оставил тебе пачку дроби. Ведь ты же нашел первый рюкзак. Удачи, если ты взялся найти их. Угу. Хорошо, поищем. Смотрите, нашел еще какого-то Ваньку полупроводника. Куда ты можешь меня отвезти? Кордон, лагерь новичков. Блокпост военных под мостом. Блокпост на переходе на свалку. Интересно, вот проводники, это годно. Опа. Дробь. Вот, короче, что я насобирал. На самом деле не очень-то много. Учитывая то, что у меня ножа нет. Но это я так, чисто по стандартам пронесся нычкам. Сейчас будем искать тайники этого челика. О, смотри. Нашел, кажется, что-то в печке. И здесь у нас 20 дроби. Артефакт слизь. Который дает кровотечение минус 67. Ожог минус 20. Химожог минус 20. Ну и гранаты РГД-5. Судя по всему, это и есть один из его тайников. Ой, нашел еще один тайник. Вот он тут на дереве. Так. Здесь у нас опять 20 дроби. 20 патронов 9-19. И две гранаты F1. Ну все, тайники на кордоне. В деревне конкретно я нашел. Он еще сказал то, что осталось еще два тайника, которые он разбросал по кордону. И искать их лучше всего в транспорте. Но перед тем, как мы отправимся на АТП и параллельно искать тайнички. Емать, тут аномалии какие-то страшные. Мы пойдем во враг искать часы для сталкера. Так, пока что ничего интересного здесь не вижу. Блин, и даже ящики не разбить, потому что ножа нет. Пистолет как-то очень туго разбивает. Ну а что поделать? Фига, он перезаряжает. Жесткий мужик. О, рука зомби выпала. Да, но это не совсем то, что я искал. Смотрите, мой герой может складываться в коробочку так, что я могу вот просто по трубе гулять. Просто рофл какой-то. На уж. О, часы. Серьезно? Часы у нас в трубе. Ясно. Отдать часы кулаку. Ну все, нашли мы часы. Причем как-то абсолютно случайно. Привет, готовь ствол. О, быстро, неужели нашел? На, вот, держи свои часы. И, пожалуйста, Нила с пьяным по аномалиям. Ага. И дал он мне двухстволку. Вот это да. Как раз у меня дроби на нее полно. Поэтому двухстволка мне очень кстати. Ладно, теперь валим на АТП. Тут у нас аптечки всякие. Ну и первый транспорт, который нам попадается, когда мы идем на АТП, это вот этот вот автомобиль. Тут мы еще энергетик забираем. Можно еще вот это вот облутать. Так. О, нормально, нормально, патроны. А, все нормально. Так. Ну и давай обыщем. Может быть, тут действительно что-то есть. Так. Что-то вижу. Да, это тайник. Две аптечки и 40 патронов 9-18. Класс. Тупо кайфарик. Так. Может быть, тут еще тайник. Но это, конечно, прям очень вряд ли. Два тайника рядом делать, но мало ли. Ну, я тут ничего не вижу. Предлагаю залететь на АТП с гранаты, чтобы бандиты знали, кто пришел. Готовимся кидать. Сейчас мы им в ангар туда запиндюрим. Ловите. Убил как минимум одного. Ну что, пошла война. Нормально, мужик, выстоял. Даже не дернулся. Что-то какие-то туповатые бандиты. Даже сопротивление няко... Опа. Обойти решил? Где ты там, умник? Не вижу его. Кажется, среди нас двоих. Кажется, среди нас тупой я, а не бандиты. Так, давай потихонечку заходить. Слышь, не местный. Все? Да выеживался. Ого, там МП-5 у кого-то даже есть. Мне кажется, это вот этого скунса или кто он там. Минус один. Так, еще осталось двое. Нифига ты наглый. Уже ручкой начал махать своей. Так, последний где-то остался. Ага, вижу, вижу. Нормально, теперь заряжаться ушел. Так, ну и что? Начинаем обыскивать бандитов. МП-5 и... Да, это был скунс. У него также был ИШ-54. Записка скунса. Недавно обули двух лохов. Забрали рюкзак. А я его спрятал на элеваторе наверху. Понятно. Так, бинт, ну и патроны. В принципе, ничего интересного. У всех ИШ у них есть. Ну, почти у всех, ладно. А ИШ это шо? Ну-ка, давай посмотрим, как оно выглядит. А, ну что-то как-то... Не. Моя двухстволочка мне нравится намного больше. А если по характеристикам... Блин, у ИЖа побольше чуть-чуть точности и повреждения. Прям вообще чуть-чуть. Но... Ого, боже. Какая разница? Ну, по удобности, да. Проигрываю немного. Но мне это тоже как-то... Ой, опять я сожрал вот просто, потому что хотел засейвиться. Надо кнопку сейва переставить 100%. Так, также автор оставлял подсказку, то что где-то здесь какой-то из машин есть тайник. Сейчас поищем. Я полагаю, это что в этой было? Что в этой чистенько все прячут? И нет, не сегодня. Не могу, смотрите, я внутрь залез. Тупо кек. А вылезти теперь никак, да? А, нет. Вылез. А, я только сейчас допёр то, что локация АТП имел в виду. Какой же я идиот. Ну ладно, зато я всё обыскал, но ничего, к сожалению, не было обнаружено. Поэтому валим обратно. А, нет, какой обратно? На элеватор. Флешку-то забрать. Это что было? Кек. Ну, кстати, я зашёл сюда за бронёй. Броня есть? Нет, тут есть антирад, только вместо неё. А, бедненькая. Патроны. Какие-то звуки странные. Так, ну, что-то я не вижу флешки. Давай, ещё раз прочитаем. Так, я его пока спрятал на элеваторе наверху. Просто наверху. Ага, спасибо за информацию. Ну, оказалось, что разработчик гений, и он устроил здесь ловушку Джокера. То есть, когда мы привыкли вот так вот, типа, смотреть, да? Ну, вроде ничего тут нет, окей. На самом деле, в этом моде нужно залезть вот так вот и развернуться. Хоба, вот он рюкзак. И в нём у нас, значит, три гранаты РГД-5. Ну, и флешка с информацией. Серёга Кулак, мечный, подходи. Есть тема, только Сидром закончи, а то он обидится. Окей, окей, подойду. Барсики, смотри, бегают здесь. Э! Э, барсики, у нас же пакт о ненападении. Мяу. Я всё понимаю, но давай без этого. Даже собаки на меня не нападают. Хвост кота. Спасибо. Пригодится, наверное. Здорово, Сидорович. О, так быстро. Неужели нашёл? Вот твоя флешка. Неплохо, мечный. Совсем неплохо. Теперь тебе можно и более сложное дело доверить. И появилось у него дохрена диалогов. Он мне дал, наконец-таки, бинокль на 6700 рублей. Сидор, я тебе столько всего притаранил. 23 рубля, Сидорович. Что ты меня огорчаешь? 181 рубль. Неплохо. А аптечка сколько стоит? Ясно. Просто кек. Ладно, что нужно Серёге Кулаку и Сидоровичу от нас, мы узнаем уже в следующей серии. А я на этом с вами прощаюсь. Это была тестовая пилотная серия. Посмотрим, как вам зайдёт. Если зайдёт, то продолжим. Если не зайдёт, то не продолжим. Большое очень спасибо всем, что досмотрели это видео до конца. Если оно вам понравилось, то обязательно поставьте лайк. Также подписывайтесь на мой канал и прожимайте колокольчик, если вам нравится мой контент. Вступайте в мою группу ВКонтакте, ссылка на них в описании. Лишний раз напомню опять о конкурсе новогоднем, который я там запустил. Если хотите участвовать, участвуйте. Там разыгрываются ключи Сталкера, Метро, Фолыча и таких зимних игр, как The Long Dark и Frostpunk. Ну и также вызов, да, не забываем про него. Набрать 100 тысяч подписчиков в группе до того, как наберётся 500 тысяч на канале. Ну и всё. Большое ещё раз спасибо всем. Пока-давай. Субтитры сделал DimaTorzok